Проблему обвала цен на сырое молоко обсуждают уже в Госдуме. Есть ли способы решения? Мы увидим, что будут заторовые ситуации. Скоординируем работу светофора, который сейчас работает. Барнаул готовится к строительству еще одного дорожного мегаобъекта – развязки на Зминогорском тракте. Когда приступят к ремонту и будут ли перекрывать движение? Обошла десятки тысяч конкурентов из пяти стран мира и вышла в финал. Юная художница из Алтайского края покорила своими работами. 12 апреля в Алтайском крае официально начнется сезон пожаров. Однако уже сейчас спасатели фиксируют термическую активность на территории региона. Так, за минувшие сутки на Алтае произошел 51 пожар и в 44 случаях это горела трава и мусор. Почти каждый день сотрудники МЧС наблюдают больше сотни термически активных точек в крае. Чтобы быстрее фиксировать и тушить возгорание, в регионе работает межведомственная патрульная группа. А надзорные органы уже составили 16 протоколов по факту нарушения правил пожарной безопасности и вынесли 24 предостережения. Наиболее серьезные отношения МЧС проявляют к двум муниципалитетам. Для организации мониторинга ситуации на местах и обеспечения своевременного реагирования в Шилоболихинские и Усть-Пристанские районы были направлены оперативные группы главного управления. Специалисты МЧС России в составе групп наладили взаимодействие с представителями местных администраций, провели профилактическую работу с гражданами. По словам сотрудников МЧС, главная задача сейчас – не допустить перехода огня на населенные пункты. Перед теплыми выходными спасатели еще раз просят жителей края внимательно относиться к огню. На следующей неделе автомобилисты Барнаула заметят начало строительства многоуровневой развязки на Зменогорском тракте. Уже сейчас на месте бывшего кафе Арарат появилась строительная техника. Позже площадку скроют от любопытных глаз. Дорожники утверждают, что транспортного коллапса удастся избежать. Подробностей в сюжете. Проект трехуровневой развязки стоимостью почти 3 миллиарда рублей журналистам представили еще год назад. Транспортное кольцо, металлический путепровод и подземный полутоннель должны развести поток машин на этом дорожном участке и увеличить интенсивность движения автомобилей в сутки с 20 до 60 тысяч. Правда, график строительства пришлось немного сдвинуть, но сейчас подрядчик уже готов к работам. Для нас это несложный проект. Мы таких объектов по всем регионам России построили очень много. Здесь единственное, что, как и везде, сложное в чем? Это работа в городе. Это коммуникации, это жители, это не просто пустое место, где никто ничего не мешает. На первом этапе строительных работ в начале мая предстоит перенести коммуникации, газопровод, линии электропередач, канализационные коллекторы. Это будут делать параллельно с устройством опор для путепровода. Кстати, строительную площадку уже в ближайшее время огородят. Здесь появятся бетонные блоки и новые дорожные знаки. Пешеходам придется участок за забором обходить, а вот схема движения транспорта до следующего года не поменяется, заверил сегодня представитель управления автодорог. Те волнения о транспортном коллапсе, который, возможно, здесь наступит, они не подтверждаются. Мы сейчас эти транспортные схемы моделируем совместно с Политехническим университетом. Если где-то мы увидим, что будут заторовые ситуации, скоординируем работу светофора, который вот сейчас работает. Чтобы избежать транспортных заторов, планируют также расширить шоссе Ленточный Бор на перекрестке с Южным трактом и часть автодороги на стыке с федеральной трассой. Хвойные деревья, которые предстоит вырубить, впоследствии планируют восстановить. Но расширение дороги оставят, ведь оно необходимо для строительства путепровода. Кстати, чтобы начать строительство развязки, пришлось нести несколько помещений, правда, нежилых. То кафе, которое сейчас функционирует, собственникам до конца апреля, с учетом синхронизации с работами по строительно-монтажным работам, за собственные средства будет демонтировано. И собственник планирует переехать в новое здание. После перекладки инженерных коммуникаций подрядчик приступит к возведению первых опор для металлического путепровода. А в целом строительство многоуровневой развязки должны завершить до конца 2024 года. График планирует контролировать губернатор края. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. 11 экипажей ДПС, больше 70 нарушений. В Барнули прошел рейд по самокатам и средствам индивидуальной мобильности. Сотрудники городской госавтоинспекции останавливали любителей прокатиться с ветерком и проводили с ними профилактические беседы, напоминая о правилах поведения на дороге. Напомним об этом и мы. Улицы города пусты от снега, а значит сезон электросамокатов официально открыт. По Барнаулу уже можно заметить точки проката. Кстати, в краевую столицу кикшеринговые компании завезли больше тысячи самокатов. Еще 500 на подходе. При этом на дорогах города уже успели заснять юных нарушителей, которые гоняют по проезжей части. Для предупреждения опасных ситуаций на улицах города рейд провели сотрудники госавтоинспекции. Автоинспекторы отметили десятки стандартных нарушений, которые обычно допускают водители электросамокатов. Это движение по проезжей части, пересечение дороги в неположенном месте или на красный свет. Автополицейскими было выявлено 67 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами. 28 нарушений совершено несовершеннолетними участниками дорожного движения, не достигшими 16-летнего возраста. А также 4 нарушения лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности. Также сотрудниками госавтоинспекции проведено 74 профилактических беседы с лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности о соблюдении правил дорожного движения. Напомним, с марта этого года появились важные изменения использования средств индивидуальной мобильности. Максимальная скорость передвижения СИМ не более 25 км в час. В жилых зонах до 20. По тротуару и пешеходной дорожке можно кататься, если масса устройства не больше 35 кг. Пересекать проезжую часть водители СИМ должны только пешком. Нельзя теперь погружаться на самокат вдвоем, а уж тем более втроем. И нужно помнить, что приоритет всегда у пешеходов. Также сотрудники госавтоинспекции отметили, что нарушение ПДД на СИМ грозит штрафом в 800 рублей. А если нарушение будет в состоянии алкогольного опьянения – от 1 до 1500 рублей. Мария Мацаева, День с толком. Большой мусорный бак держит в страхе жителей индустриального района. Дело в том, что контейнерная площадка, по словам людей, частично выходит на проезжую часть рядом с пешеходным переходом, по которому ежедневно передвигается большое число людей, в частности школьники. Почему бак установлен в столь странном месте и почему его не переносят в другое, более безопасное, выясняла Валентина Аскерова. Ровно на метр она выступает от бордюры на проезжую часть. Люди, кони, все смешалось. Тут, как в известной фразе стихотворения «Бородино». Люди с мусорными пакетами, тут же машины, школьники идут по зебре. А весь этот переполох из-за того, что мусорный бак выходит на проезжую часть. Они идут прямо мимо мусорки, потому что другой дороги нет. То есть мусорка фактически перекрыла весь проход. Там за ней есть маленькая тропинка, которая грязная, она заметена. Вот сколько идет съемки, вы видели, ни один еще, где пешеходный переход нарисован, ни один там не прошел. Потому что там грязь. Вот едут машины и дети идут по этой дороге. Также, когда эту мусорку выгружают, мусорная машина встает поперек. Да, поперек. Мешает проезжать часть. Гражданам мешает переходить дорогу. В шестой год люди пишут письма в различные инстанции, но безрезультатно. А так, рассказывают жители, еще в 2019-м администрация индустриального района просила управляющей компании совместно с жильцами нескольких многоэтажек вынести на голосование вопрос о переносе контейнера в другое место. Но прошло три года, ничего не изменилось. Тогда жители дома с Сухебатера, 33, обратились в ГИБДД. Они ответили, что ДТП никакого не произошло. Конкретно у меня есть ответ. И поэтому вопросов никаких у них не возникло. В госавтоинспекции нам пояснили, что занимаются реальными происшествиями на дорогах, а невозможными. Если же ЧП произошло, то порядок обращения в дорожную полицию следующий, отмечают инспекторы. В случае выявления нарушения правил дорожного движения, граждане могут зафиксировать это нарушение с использованием фото или видеозаписывающей аппаратуры и направить информацию о правонарушении в органы внутренних дел. Коммунальные эксперты советуют людям писать письма более адресно в комитет ЖКХ. Надо людям просто зафиксировать эту ситуацию и направить обращение в комитет жилищно-коммунального хозяйства, чтобы комитет смог сказать о том, в надлежащих ли границах стоит данная контейнерная площадка. И если она стоит в неположенном месте или смещена, то, соответственно, предпримет необходимые меры для того, чтобы привести это все в нормативное состояние. Помимо сомнительного расположения, которое может привести к несчастному случаю, горожан беспокоит ненадлежащее состояние контейнера. Он постоянно переполнен. Однажды мусор даже вспыхнул. Жители из окон наблюдали настоящее фаер-шоу. Вот так вот она взрывается, искры вот так вот летают. Активисты убедительно просят ответственных лиц обратить внимание на горе-контейнер и сдвинуть его, наконец, с проезжей части. Иначе в любой момент может случиться беда. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Тема закупочных цен на молоко получила развитие. Как выяснилось, обвал цен сегодня происходит не только в Алтайском крае, а, например, и в Тульской области. Оттуда также поступают жалобы в федеральный парламент, заявил депутат Госдумы от нашего региона Иван Лор. Кстати, в Аграрном комитете Госдумы поддержали некоторые предложения по решению проблемы от Алтайского края. В частности, речь идет о субсидировании литра товарного молока. Для этого нужно будет найти дополнительные источники финансирования. Например, взять деньги из зерновых пошлин. Еще одна идея – прописать закон о молочных интервенциях, как происходит с зерновыми. В таком случае государство покупало бы у производителей излишки продукции долгого хранения, потому что сейчас, по отзывам переработчиков, их склады переполнены. Предложение о субсидировании порталу «Толк» прокомментировал руководитель объединения «Агросоюз» Александр Чебатаев. По его мнению, на каждый нереализованный литр молока можно ввести поддержку в 1-2 рубля. Идею он адресовал правительству региона и АКЗС. Себестоимость производства молока в среднем по хозяйствам Алтайского края сейчас составляет более 24 рублей. А закупочная цена скатывается с 31 рубля за литр до 27. И по прогнозам может упасть до 25. А для ЛПХ еще заметно ниже. И это только если говорить о производстве молока. А если в целом про молочное скотоводство, то здесь рентабельность точно уйдет в минус. Поэтому я считаю, нужно поддержать все хозяйства. А у ШЛПХ сам Бог велел. Добавим, по данным Агросоюза, за последние годы себестоимость молока выросла на 40%, а содержание коровы на 65%. При падении закупочных цен на молоко введение личного подсобного хозяйства теряет всякий смысл. Алтайские дизайнеры и модельеры ничуть не уступают мировым брендам, заверяют организаторы недели моды, которая пройдет в Барнауле уже в эти выходные. Убедиться в оригинальности фасона и качестве одежды от местных производителей жители города могут лично. Показы пройдут 8 и 9 апреля. Действительно ли наши дизайнеры способны удивить любителей красоты и стиля? И какие вполне бюджетные варианты предлагают модельеры? Подробности в нашем сюжете. Мысль о том, что пошив одежды на Алтае занятие любительское у местных дизайнеров и модельеров уже давно вызывает улыбку. На деле это вполне успешный бизнес, а по качеству и оригинальности местные марки ничуть не уступают мировым брендам. Их даже отшивают за границей. Неделя моды в Барнауле собрала производителей одежды и для премиум-класса, и для масс-маркета. В обоих случаях образы адаптированы под наши климатические особенности. Характерно это, конечно же, многослойность, которая актуальна в нашем сезоне. Мы это очень много говорим, транслируем. В первую очередь мы подумали о том, что лето у нас достаточно жаркое. И нам хотелось создать ту продукцию, которая не сковывала бы движение, когда кожа дышала. И поскольку мы знаем эргономические свойства муслина, то есть мы используем их с первых дней жизни, нам хотелось создать жизнеспособную продукцию, которую можно будет носить каждый день. Такой повседневный наряд обойдется покупателю в районе 3000 рублей, при этом позволит оставаться в тренде. Кстати о нем. В сезонах весна-лето этого года дизайнеры уходят от одежды по типу оверсайз к слегка приталенным женственным образом, но все еще свободным. Из нового того, что представят на этой неделе мод – детская одежда. Ее пошивом, говорят сами модельеры, в России занимаются единицы. Один из производителей живет в Барнауле. Своей задачей девушка считает сделать детский наряд одновременно и праздничным, и удобным. Это атласная итальянская ткань, принтованная. Мы видим здесь весеннее настроение, уже бабочки летают, стрекозки. И мы украсили это платье воротничком. Сделали мы два съемных воротничка, тем самым разбавив образ, то есть вы можете снять розовый, добавить зеленый, и платье уже совсем по-другому будет смотреться. В целом сейчас владельцы местных марок одежды не видят проблем в своей деятельности. Несмотря на все прошлогодние сложности с поставкой тканей и фурнитуры, известные тренды импортозаместить удалось. И продемонстрировать сегодня действительно есть что. Бесплатные показы пройдут завтра и в воскресенье в Гранд-Арене на Павловском тракте 180. Вход свободный. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Юная художница из села Сорочелок Алтайского края стала победительницей конкурса «Всероссийский изобразительный диктант». Он проходит в режиме онлайн. Жюри озвучивает тему для рисунка, а участники тут же, без подсказок, в течение пары часов воплощают свой замысел на бумаге. Отправленных работ было много, больше 20 тысяч из России, Казахстана, Венгрии и даже Индии и Египта. Но в финал прошли только 179 участников. Какой работой покорила московская жюри наша художница Салтая, расскажем далее. Это моя бабушка. Она сидит, вяжет. Как вы видите, здесь много достаточно ее картин. А это кот. Его зовут просто кот. А еще соседский домик в окне, цветок на подоконнике, ажурные подзоры на кровати, вышитые наволочки, икона Богородицы в красном углу. В каждой детали рисунка – 11-летней Маши, любовь к бабушке и родному дому. Возможно, именно это тронуло жюри всероссийского изобразительного диктанта. Тема для импровизированного рисунка была непроста. Мастера моего края. Моя бабушка умеет вышивать из ткани. И она вышивает картины. И вот она села на стул и начала вышивать. И я ее так быстро запечатлила и нарисовала. Главные условия конкурса – незнакомая тема, ограниченное время, краски и воображение. Маша справилась за три часа. Развивать фотографическую память и художественное восприятие мира девочке помогает ее педагог. Наталья Владимировна в Новоалтайской художественной школе преподает больше 15 лет. Каждый год ее ученики становятся победителями разных конкурсов. Ребятам нравится посещать занятия. Многие приезжают из Барнаула и соседних населенных пунктов. Например, как Маша из Сорочьего лога. Ее путь к искусству – 31 километр. Четыре раза в неделю после учебы она преодолевает это расстояние, чтобы учиться живописи. Когда вместе будешь писать, немножко списываешь край. В изобразительном диктанте участвовал весь класс. Некоторые рисунки также отметили номинациями, а Машина работа прошла финал. Ее вместе с педагогом пригласили на торжественное награждение в Москву. Однако возникла финансовая проблема с оплатой перелета педагогу. Это стало известно депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Он посчитал, что учитель и ученик должны вместе разделить радость победы и оплатил перелет. Для ребенка была сказка даже то, что уже сели в самолет. Когда мы проехали по Москве, когда мы побывали на Красной площади, мы просто ходили и возле каждого фотографировались. Я-то была в Москве, но я видела ее восторг, потому что для нее это было чудо. Для художника путешествие в новое место – вдохновение, необычные идеи и образы. Сейчас в планах Маши и Натальи Владимировны сделать зарисовки своих прогулок по Москве. Была дождливая погода. Все эти здания, когда они отражаются на площади, это было вообще чудо. Мы наделали много фотографий. Есть много планов сделать несколько композиций на эту тему. Нанести удар и не получить его в ответ в мастерстве владения таким навыком в Барнауле соревновалось около 200 саблистов. Это рекордное число участников традиционных состязаний по фехтованию маэстро, которые в 14 раз прошли в краевой столице. Чем удивил отборочный тур и кто теперь будет наносить уколы соперникам на чемпионате России, знает Данил Кузнецов. Крик при нанесении удара подбадривает спортсмена. Этакая фехтовальная привычка для поддержания духа. Правильный настрой перед боем особенно важен для детей и кадетов, младших возрастных групп. Именно они выступали в личном и командном зачете на 14-м традиционном турнире маэстро. Ну вообще на самом деле это очень такой нежный возраст. Сегодня мы немало увидим слез. Девчонки и мальчишки сильно в таком возрасте трепетно относятся к поражениям. Слезы действительно были. Сложно сдержать эмоции, когда проигрываешь в важном бою с разрывом всего пару ударов. Но это обыденная ситуация, тем более когда речь идет о региональном уровне. А мячи новосибирца не давали спуску нашим спортсменкам. Они просто начинали быстрее идти на обоюдные. Я пугалась и назад шла. А как с обороной получалось? Ну в принципе да. Делала там перехваты, защиты. А вот алтайские парни у гостей чего-то необычного не увидели. Да я не знаю, я не заметил в них чего-то такого особенного. Просто конкретно способны? Ну да. Возможно, Степан недооценил соперников. И это не позволило взять главный приз. В финале он проиграл Глебу Южакову из Новосибирска. Сам Глеб, кстати, хорошо отозвался о наших спортсменах. Ну и как тебе наши парни? Неплохо. В личном зачете у алтайских спортсменок призов нет. Лучший результат за Ксенией Зайцевой. Пятое место. Следующая цель для наших фехтовальщиков – чемпионат России во Владикавказе в середине апреля. К сожалению, из-за травмыша Павла Кирилла теперь у нас лидер команды. Мальчикам, мужчинам нашим будет тяжело. Ну а девушки под представительством, под руководством самой опытной и титулованной Смирнова Анны, я думаю, покажут хорошие результаты. На чемпионат России поедут две команды, в каждой по четыре спортсмена, в том числе призеры первенства страны – Дмитрий Постоев, Данил Бубенчиков и Арина Захаренко. Они, по словам тренеров, в хорошей форме, и им вполне по силам попасть в тройку лидеров, хотя конкуренция весьма серьезная. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.